Ну, скинулись, естественно, вчетвером там, сняли двушку. Вот, в принципе, это выходило, первый взнос был, конечно, большеват, приличная сумма, но зато последующие месяцы это было в разы дешевле. Прожили мы там, ну, кто как, конкретно я прожил где-то около двух лет там, в той квартире. Конечно, она была старовата, но даже в такой квартире было жить за счастье, не имея других вариантов. Нормально пожили мы там, хорошо было там, в принципе, и недалеко от станции, и продукты дешевые стоили, и, в общем, все, что надо было, все там есть. Или, значит, там, ну, себе там кто что хотел, там ноутбук или еще что-то. И, в принципе, жили там спокойненько, в небольшой своей компании. Ну, работаю я, соответственно, сначала на подработке, сначала работал я. После второго или третьего месяца пребивания в Японии, я работал где-то на Гакуру по встречам. Вот. Встречал студентов. То есть, кто приезжал, показывал им, рассказывал, то есть, как, что, объяснял правила, то есть, в Японии какие есть, там, объяснял какие-то там, ну, советы там давал дельные, чтобы там, как первое время, недорого жить, там, питаться, чтобы, как говорится, людям проще было начинать. Вот. Когда я начинал, мне этого особо никто не рассказывал. Мне приходилось и самому узнавать. Вот. Поработав несколько месяцев, ну, там, как бы, работа была непостоянная. То есть, может быть, раз в неделю или раз в месяц иногда бывали эти встречи. Все редко, и тех денег вообще не хватало. Соответственно, я искал подработку постоянную, чтобы работать где-нибудь там на байта. Ну, где-то после 4-5 месяцев я нашел подработку в ресторане в японском. Назывался он там, я сейчас не помню, по-моему, Генки Кай. Вот. Это типа икзакая. То есть, это питейное заведение. Там также и готовить что-то надо было. Разные закуски. Жарить картошку фри там. Карааги вот эти вот в темпоре. Там всякие вещи жарить. Мясо также. Там горячие были, салаты разные. Там я заодно узнал многие японские блюда, как готовить рецепты. Поработав несколько месяцев на кухне, меня перевели в бар. В баре, в принципе, тоже было хорошо. Но иногда запарно. Особенно вечером. Вот. Вечером было так, что бывает, что там даже присесть негде. Негде и некогда. То есть, тебе там приходит заказов 50 коктейлей или разных там напитков. Нужно сделать тот в ближайшие там 2 минуты. И ты там одной рукой наливаешь пиво там. Другой рукой наливаешь там эти самые, ну, коктейли алкогольные. В общем, было запарно. Но весело, интересно. Опыт работы с японцами появился. Конечно, там, в принципе, японцев не так много было, но хватало. Также я узнал там многие как коктейли, как готовится. Соответственно, до этого, естественно, я не работал ни в кафе, нигде, ни барменом. Вот, но для этой работы, в принципе, особо не требовался опыт большой. Я сказал, что я с друзьями, когда отдыхал, я частенько готовил и мясо, и всякие салаты. Ну, и выпивка, естественно, тоже иногда. Ну, так, как любитель. Но этого было достаточно, чтобы там работать. После этого, после этой байта, я уже начал искать подработку по специальности. Вот. Ну, к сожалению, не успел. Ну, не получилось найти. Пришлось пойти, пойти работать в этот, в другой байта. Это вот Куренеку. Почтовая фирма. Служба доставки, точнее. Значит, данная служба доставки, она работает по всей Японии, очень известная. Вот. Мы работали на складе в Шинагаве. Там было много таких же, как я, иностранцев. Кто-то вообще без знания языка там работал, я удивился. Вот. У меня есть отдельное видео. Там, где я на мотоцикле катаюсь, там показано это место, где я работаю. В принципе, достаточно хорошо платили. Платили как хорошо там. Тысячи в час, если работаешь после, там, десяти, по-моему, вот, то доплачивают 25%. Ну, это, в принципе, везде так 25% доплачивают. И на той, где я в кафе, в ресторане я работал, тоже так же доплачиваю. Почему я туда пошел? Ну, потому что было просто устроиться туда, и зарплата сразу хорошая. А мне тогда деньги были нужны, вот, чтобы снять свою квартиру на первоначальный взнос. Ну, и так по мелочи там. Ну, я начал подкапливать. Вот. Кто-то вам говорит, конечно, что вот, работая на байты, мол, якобы денег мало платят, и ты не заработаешь ты на, ну, как бы, на учебу, на оплату жилья. Фигня все это. Я знаю много примеров из, вот, с людьми, с кем я учился вместе. Многие жили и работали, и оплачивали все сами. Никто им не помогал нифига. Вот. Работали, естественно, ну, не на одном байта, на двух, ну, кто-то на трех, ну, в основном на двух. Ну, работали примерно по 40 часов в неделю. В принципе, этого достаточно. Вот. 40 часов это где-то 40 тысяч йен в неделю. Ну, учитывая то, что если еще кто-то ночью работает, то еще больше платят. 40 тысяч в неделю это 160 тысяч в месяц. Получается, что за, как сказать, за любой, вот, скажем так, вот, за любой месяц человек может оплатить проживание. Это порядка где-то 30-40 тысяч, даже если ты живешь в гестхаусе. Далее. За обучение это порядка 55, где-то так было, тысяч в месяц. И там остальное остается на проезд порядка 5 тысяч, там, на проездной. Хотя некоторые байты даже проезд оплачивали. То есть дополнительно тебе платилось еще 5 тысяч, чтобы ты за проезд заплатил. Вот. И что еще там? Ну, на еду, на всякие шмотки остается, естественно, считайте сами, сколько там. Плюс еще остается, чтобы заплатить за дополнительно чего там, что тебе надо. Какие-то там накопить, например, на первоначальный взнос в институт или еще куда. В принципе, вот так вот и жили. И нормально. Прожить можно. Поэтому, как говорится, ничего страшного в этом нету. Главное, стремиться искать возможность и стремиться заработать. Вот. И прожить. Самое сложное это первое время. Потом будет проще. Когда у вас уже будут друзья, знакомые. Когда у вас будет уже какая-то база информации, чтобы знать, что это, где, как. Где купить подешевле. Где можно устроиться на работу без проблем. Где, значит, какие-то есть знакомые, которые могут подкинуть подработку. И, как говорится, это самое важное. А все остальное потом сами себе приобретете. Вот. Ну, такая вот небольшая история. Естественно, если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. А мы с вами увидимся в следующих видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. На связи.